Привет, банда! Сколько лет, сколько зим! Хе-хе-хе-хе! Я, Молния Максим, километра мне в час. Меня часто спрашивают, какую тачку купить, если есть только 100 тысяч? Какое авто подойдет начинающему Водятлу? Что купить, чтоб на районе уважали семки мне в карман? Сегодня я пробегусь по ценовым категориям от 100 тысяч до миллиона и выскажу мнение, какие колеса в какой бюджет стоит брать. Забегая вперед, ничего свежего и беспроблемного в эти деньги на сегодняшний день уже нет, чтоб меня. Более того, новую тачку до миллиона вы теперь вообще не купите. Даже сраная Гранта в салонах торгуется от ляма. Но придержите дроссель. Молния Максим даст несколько советов, как среди старых колымак найти неплохое ведерко именно в ваш бюджет. Дыр мне в пароде. 100 тысяч. Итак, у вас всего сотка. И вы с какого-то поршня решили на эти деньги обзавестись тачкой, а не проездным на год. Все, что вам надо знать, это чтоб ехалка заводилась, двигалась вперед-назад и тормозила. Иномарка или отечественная вообще пофиг, лишь бы ехала. Обязательно проверьте ВИН-номера и все документы. Перед покупкой пробейте ВИН на наличие штрафов-запретов, а не то нарветесь на тачку с долгами дороже ее самой. Хе-хе-хе. Если ВИН-номер сгнил или оказался поврежден элемент кузова, на который он нанесен, то машину отправят на экспертизу. А это несколько месяцев нервотрепки. Соль мне в бак. Оно вам надо. Один хер любая тачка в эти деньги сулит геморрой либо по технике, либо по документам. Но если уж прям горит, то лучше выбрать убитая корыта, но с ровными токами. Покатайтесь полгодика и спихнете шкалоте на убой. 200 тысяч. Здесь уже можно на что-то рассчитывать. Но все равно. Тачка в эти деньги заставит потратиться, если хотите отъездить на ней хотя бы год. Подсветку мне в салон. Рекомендую смотреть только тазы. И на марте будут либо дохлые, либо на уровне Део Некси или Шевроле Ланоса. Можно взять пацанский девитос, чипырку или пятнаху. Но следите за состоянием кузова. У них с этим все плохо. А еще убогий салон-погремушка. Подсос мне в карбюратор. Кстати, про него. Лучше поискать машину на инжекторе. Нормального настройщика карбюратора хрен сыщешь. Десятое семейство живее по кузову и по салону удобнее. Что удивило, так это более-менее живая классика. Ухоженные жиги толкают за 200 и выше трещину мне в стекло. Вы там че курите? Продаваны хреновы. Кто-нибудь объяснит мне, за что там 200, а? Брать жигули стоит, если только вы фанат или дрифтун. Я бы рекомендовал десятку или двенашку. 300 тысяч. За 300 сейчас в натуре. Можно только у тракториста взять, подогрев мне в сиденье. Появляются живые калины. Рекомендую брать с мотором 1.6. У них довольно удобный салон, но внешка на любителя. А еще можно поискать икону доставщиков лапши. Део Матис. Эта карапулька раньше ничего не стоила и была героем анекдотов. Но в эпоху доставок и экономии люто взлетела в цене. Ржавчину мне на диске. Живой Матис легко может стоить 300 и больше. Но надо ли оно? И на марте в эти деньги смотреть все еще не рекомендую. Одно убитое говно. А всякие жиги, девятки, двенашки уже дороговато. 500 тысяч. От 300 до 500 можно начинать смотреть Hyundai Accent и Kia Spectrum. Из иномарок эти двое будут самыми живыми. Советую механику, автомат у них тупой и проблемный. Да и жрет, как крокодил, смесь мне в карп. Можно начинать смотреть Lachete. Реально, очень практичная тачка с кучей кузовов. Если хочется комфорта, гляньте Focus 1. Но ни в коем случае не второй, слышите? Ни в коем разе. Хе, сам не верю, что это говорю, но вторых Focus до 500 живых нет. У первого Focus многорычажка и широкая гамма движков. Обратная сторона – дорогая кузовня и запчасти. Если вам нравится Nissan Almera, то можно и ее глянуть. Как по мне, машина так себе. Если хотите девятый лансер, то будьте внимательны. Машина прикольная, но ее уже добили несколько поколений сракеров. То же самое с Логаном. Но его добивали несколько поколений таксистов. Шашечки мне на кузов. Если хочется чего-то помоложе, то тут снова на помощь приходит АвтоВАЗ. Санкции ему на пользу. Можно начинать искать Гранты, вторые Калины и четкие приора восса. Если ты настоящий чикит ящи. Миллион. От 500 до миллиона примерно одинаковая ситуевина. ФСОшки мне в рамку. Живой второй Фокус появляется в районе 500 и заканчивается на 800-900 за жирную комплектуху. Автомат не советую. Лучше мех. А его сестре Мазди Трешки ходят легенды. Но уже давно никто не видел живых. Спойлер мне взад. В этих тачках выросло не одно поколение гонщиков. Я считаю, что 15-летние машины с пробегом за 300 и ценой под лям могут заинтересовать только фанатов. Что точно могу порекомендовать, так это Kia Ceed. Но живому будет также плюс-минус 15 лет. Зато обслуга копеечная, движок приемистый, удачный салон и бодрая внешка. Kia Rio второго поколения и Hyundai Getz будут совсем живыми. Но отдавать за них такие бабки жаба задушит. Не советую искать Astro. Она прикольно выглядит. Но в плане надежности хрень полная. Особенно машины с турбиной. Если хочется комфорта, поищите Octavio A5. Лучше на Balte i1.6. Да, она никуда не едет. Но тачка просто улет. Главное найти живую и не из-под такси. Увы, но современные тошноты вроде Rio, Solaris, Apollo будут только начинаться. Это будут первые года, а сами тачки лютые балалайки. Из отечественного за 750-800 можно взять Гранту трехлетку с кондером. И какой-никакой безопасностью. Если надо ездить много и без проблем, то это лучший вариант. Однако Гранта, как была копией девятки из 80-х, так ей и осталось. Можно поискать Весту, но это будут усталые тачки из такси. Ну что, братцы? Давайте подытожим вклейку мне в ПТС. За 100 берите то, что заводится и едет. Но внимательно с документами. За 200 советую 10-е семейство. За 300 берите Калину или Матис, если такая нужна. За 500 советую рассмотреть Акцент или Спектру на механике. Можно поискать Логан, девятый Лансер или первый Фокус. До миллиона очень рекомендую Кия Сид, второй Фокус, если жаба не душит, и Октавию А5, если найдете. Не советую брать тачки на автомате. До миллиона он везде четырехступы, тупой и жрущий. Современный шестиступый автомат идет на свежих тачках до 10 лет. А их до миллиона нету, чтоб его. Не советую брать технически сложные авто со всякими там турбинами и ДСГ. А также не крухи вроде BMW и Mercedes. Они оставят вас без штанов и доставят кучу гемора. Не нужна вам такая машина, поверьте мне на слово. Если нужна максимально свежая тачка, скажем, до 10 лет и с адекватным пробегом, то тут только Гранта и поделки концерна Ренони Санс с их Логанами, Сандера и Альмерами. Смазку мне в подшипник. Все остальные иномарки будут с пробегами за 200. Битые там-сям и просто уставшие. Но один хер. Живой Сид или Фокус будут в разы приятнее свежей Гранты. Саморез мне в пластик. Жители востока страны взводят, мол, какого штуцера я не упомянул их обожаемый правый руль. Чисто мое мнение, такие тачки опасны на дорогах с левосторонним движением. Фуры на трассе обгонять вспотеешь, мух мне в сетку. Закажешь в Японии красивую картинку, а придет хрен пойми что. В общем, братцы, такое себе. На этом все, народ. Пишите в комменты, какой у вас бюджет и что бы вы взяли. Не забывайте про лайки и подписку на канал. Камеру мне в колесо. Всем пока-дова!